Сангейс Анастасия Хрущинская 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 затянуто тучами, испытать вот это вот, хотя бы глазком взглянуть на вот это зрелище красивое, у меня не получилось. Ну, как уже правильно заметил наш дорогой Владимир, в ведической традиции смотреть на затмение Луны это крайне неблагоприятно. Ну, хочется. Ну, наверное, хочется. Вообще очень люблю полнолуние, и мне очень нравится, потому что это момент, когда на женщину женщина получает самое огромное количество энергии, это просто связь напрямую. И полнолуние в ведической традиции самое благоприятное время, обостряющее интуицию, способности, но очень сильно возрастает эмоциональность. Но все же я, как человек, знаю, когда мы не знаем, возможно, хотя не знание не освобождает от ответственности. Да, это правда. В данном случае, поскольку я хорошо знакома с этой традицией, то я избежала смотреть на Луну, и я ее увидела уже в самом-самом конце затмения, буквально в последние минуты. Был немножко закрыт лунный диск, и она уже выходила, и у нее не было вот этого красного цвета. Хотя я очень много видела фотографий своих знакомых и просто в интернете. И, ну, в общем, я постаралась избежать этого. Хотя я себя чувствовала достаточно хорошо, но вообще это интересный был момент, потому что этот коридор затмений, он имел огромную мистическую силу, огромное мистическое значение. Все эзотерики, они очень много проводили ритуалов, разных мероприятий, воркшопов, которые были посвящены как раз привлечению энергии благополучия, энергии изобилия, потому что это было время как раз очень белкоприятное для этих моментов. Ну, собственно, это как бы под общие такие вещи, но мы можем уже перейти конкретно, начинать говорить. Да, конечно. Да, давай вот остановимся на нескольких моментах. Я со своей точки, не со своей точки зрения, а с точки ведических зрения, ведических знаний понимаю, что красота женская проявляется на трех уровнях. Первый уровень – это внешняя физическая привлекательность, да. Второй уровень – это внутренняя привлекательность, это так, тонкая красота женщины, которая непосредственно связана с ее психической энергией. И самый высший уровень – это духовная сущность женщины. Ты бы хотела какую-то сторону начать рассматривать, какую-то сторону, вот, какая для тебя вообще самая главная, на самом деле, если можно показать, главное или не главное, они на самом деле три уровня важны, но с твоей точки зрения, с какой лучше начать? Ну, я думаю, что здесь действительно нельзя ставить приоритеты так однозначно, потому что, когда мы молоды, для нас очень важна физическая привлекательность, и с годами, на самом деле, для женщины точно так же остается важна физическая привлекательность. Но, тем не менее, когда мы с возрастом, ну, это обусловлено, в общем, у вас... Возраст, да, женщины не помеха. Да, ну, высота, она становится как раз... Возрастает психическая энергия, и если женщина мудра, если она умеет ей пользоваться, то в старости, вот, я очень много видела женщин, которые уже в годах были, но у них была очень сильная луна, и они светились, они излучали из себя лунную энергию. Такими женщинами, например, известными является такая ведический учитель Ама. К ней очень многие люди ездят, объятия она дарит людям. И вот у нас здесь рядом с Сан-Франциско, от моего дома есть ашрам Амы. Ну, у нее ашрамы по всему миру. В Сан-Рамоне этот ашрам находится, и она периодически сюда приезжает, и к ней приезжают люди со всей Беэрии, и не только для того, чтобы получить это объятие. Она приезжает в Чикаго тоже довольно часто, и я знаю, что у нее очень много людей к ней едет. Вот, и это самое, на мой взгляд, ярчайшее проявление именно женской энергии в лунном ее качестве, потому что на самом деле женская энергия проявляется не только через Луну, она еще проявляется через такую планету, как Венера. Да, но это более физическая привлекательность, да, и сексуальность. Да, хотя у Луны, Луны и женщины, они выглядят немножко по-другому, у них такое более спокойное лицо, умиротворенное, да, оно такое излучает теплоту, нежность, заботу. И если мы хотим подумать о Луне, то очень важно, можно сразу, если мы подумаем о своей маме, то это значит, что мы подумаем о Луне, потому что поклонение матери, это прежде всего как раз поклонение лунной энергии и усиление лунной энергии. Вот, поэтому здесь, я думаю, что нужно, конечно, духовность, когда мы повышаем, то мы тоже повышаем лунную энергию. Поэтому чем старше мы становимся, тем становится мудрее, тем как бы мы становимся больше, более лунными существами. Ну, не всегда с возрастом женщины становятся мудрее. Хотелось бы, конечно, чтобы так и было, но бывают случаи, когда это не происходит. Поэтому очень... Ну, да, конечно, хотелось бы... На позитивном, да? Да. Когда возраст приходит один без мудрости, да? Но это, к сожалению, бывает не только с женщинами, с мужчинами, со всеми это бывает. Но дело в том, что если человек правильно, позитивно и имеет икигай, то есть имеет смысл жизни и хочет развиваться, и хочет побороть невежество, я думаю, никогда такая штука, как один, скажем, возраст без опыта не придет. Любой человек, развивающий себя, он от этого, наверное, застрахован, я так думаю. Ну, я думаю, что да, вы правы, Володь. И я бы хотела еще обратить... Ну, несколько пунктов отметить, какие вещи развивают именно внутреннюю притягательность и тонкую красоту женщины, и, соответственно, это автоматически переходит на духовную сущность. Занятия медитацией очень позитивно влияют именно на лунные качества. Также нахождение около воды, около любых водоемов, даже пребывание в течение 15 минут на берегу озера, океана. Вот у вас в Чикаго есть озеро замечательное, около которого тоже можно побыть, и тем самым гармонизировать лунную энергию. На самом деле, я, извиняюсь, я тебя на секундочку перебью. Я знаю по себе, что совершенно даже не обязательно, чтобы водоем был большим. Я, если очень сильно устаю, я просто иду гулять. У нас есть искусственное озеро, но там просто вода. Оно совершенно небольшое, но удивительно так окружено деревьями. И стоит пройти, достаточно пройти один круг, и уже чувствуешь, как меняется твоя энергия, усталость проходит, и снимается весь негатив, который, возможно, накопился за целый день. Я с тобой совершенно согласна, да, потому что не обязательно должна быть такая огромная энергия, там, как океан или море. Озеро, огромное озеро, действительно, даже небольшой водоем или вот такие бывают по фэншую фонтанчики китайские, они тоже облагораживают лунную энергию и приносят нам умиротворение и покой. Поэтому любое взаимодействие с водой, и если мы совершаем омовение, например, два раза в день, то мы тем самым тоже гармонизируем луну очень сильно. И утром рекомендуется, вот в ведических знаниях, в аюрведе тоже рекомендуется совершать омовение два раза в день, и если мы утром, это должна быть прохладная вода, а вечером, не позднее, чем за два часа до сна, достаточно теплая вода, и непосредственно перед сном рекомендуется омывать стопы. Это совершенно потрясающая благотворная процедура, которая действует очень омолаживающе, очень гармонизирует все процессы в нашем организме, и снимает усталость, и уровень стресса, который у нас сейчас очень высок. Поэтому и вот такие вот простые вещи, они могут нам помочь для того, чтобы гармонизировать лунную энергию внутри нас и вокруг нас. Еще я могу порекомендовать какие-то травы, которые тоже способствуют улучшению состояния Луны внутри нас. Такими травами, это, как правило, успокаивающие травы, и слегка тонизирующие. Они благоприятны до Луны. Это алтей, вяз ржавый, окопник, купина, спаржа и ремания. И также ароматические масла белых цветов. Это жасмин, сразу приходит к голове. Вообще я не упомянула, но цвет Луны – это белый. И, соответственно, мы сразу можем… Это такая у нас подсказка визуальная, которая нам дает возможность определить, что может увеличить лунную энергию. Так вот, ароматические масла белых цветов – жасмин, лотос, лилия, гордения и сандаловое масло. Они несут благотворную, успокаивающую энергию Луны. И желательно смазывать ими область сердца и область третьего глаза. Это то, что… Это места, которые нам тоже гармонизируют лунную энергию. И третий глаз – это он отвечает за нашу интуицию, а интуиция – это Луна. Если можно, мне бы хотелось отметить действия или качества, которые могут поднять женскую энергию для наших замечательных женщин. Как мы должны себя вести, чтобы поднять женскую энергию? Во-первых, это, конечно, общение. Это красота и чистота. Это кормить других, да? Мамочка всегда… Ты уже сказала, что мы думаем о маме, что делают мамы, они нас кормят. Вот кормить детей, кормить других, тоже поднимает уровень женской энергии, энергии Луны. Благотворительность, да, обязательно. Забота о других. Доверие. Вот такое качество, как доверие, тоже поднимает женскую лунную энергию. Комплименты, когда мы делаем комплименты или когда нам делают комплименты. Выражение любви. Какие-то женские искусства. Когда мы принимаем помощь, ведь не все могут даже принимать помощь, это не так просто на самом деле. Постоянство в какой-то поведении, да, режим, стабильность, размеренность. И, конечно, уверенность в завтрашнем дне, которым иногда не хватает. Бывает, что не хватает нашим мужчинам, которые мы должны помочь им почувствовать. Вот такие качества, в отличие от, может быть, от качеств, которые могут показывать солнечную энергию, да, в отличие от мужских качеств, такие присущие, они поднимают женскую энергию. Совершенно верно. Я с тобой абсолютно согласна. И девиз женской энергии – это любовь, прежде всего. Да. Задание, приятие, да, и отдача, и служение. Это, прежде всего, именно лунные качества. Также я могу добавить, что индийские астрологи для внезлости Луны советуют кормить коров тестом по понедельникам. И понедельник – это день Луны. Если кто-то, может быть, не знает, мы тоже об этом не сказали пока. Да, да. Также давать рис нищим – это тоже такая замечательная рекомендация индийских астрологов. Кормить ворон вареным рисом с сахаром. Я хочу обратить внимание, что в день Сатурна мы кормим черных птиц, тоже ворон, но просадом, да, какой-то пищей. А вот именно, да, предлагаем им пищу. А вот кормить ворон вареным рисом с сахаром или со сгущенным молоком – это именно лунная упая. Упая – это такое действие, которое улучшает энергию и влияние грах. Грах – это планеты, звезд на нас. И самое важное, упая, самое лучшее действие, которое мы можем сделать – это служить нашим родителям, служить нашей матери прежде всего. Даже если наши родители уже не в этом мире, тем не менее, мы все равно можем служить им. Например, помогая пожилым женщинам, это точно так же будет служение, оказывая им уважение, это точно такое же будет служение как бы матери, оно в метафизическом смысле будет нести тот же, абсолютно тот же самый смысл. И очень полезно повторять, как минимум по 10 минут в день, повторять, я желаю вам всем любви и спокойствия. И таким образом мы становимся проводниками лунной энергии. И еще вот я бы мантры назвала, которые очень хороши для Луны. Если у тебя есть что-то добавить именно по гармонизации, или мы продолжим с мантрыми? Я хочу, ну, ты можешь сказать мантру, конечно. Дело в том, что женщина может легко растращивать лунную энергию, и это происходит в тем случае, как касается тех женщин, которые следуют больше как бы поведениям мужчины, мужской линии поведения. И тогда вот эту образовавшуюся пустоту заполняет собой энергия Солнца, которая уже совершенно противоположная лунной. И что происходит, ум женщины становится очень беспокойным, вследствие чего и появляется вот та усталость, нервозность, агрессия, болезнь. Но это уже противоположная сторона лунной энергии. Причём есть удивительная особенность. Если женщина легко накапливает в себе оба вида энергии, мужскую и женскую, то мужчина, обратите внимание, дорогие мужчины, может получить лунную энергию только через женщину. Вот. Да, вот такое лёгкое... А у меня вопрос. У меня вопрос. У вас у вас вопрос. А скажите, пожалуйста, уважаемые дамы, как часто вы кормите ворон вот этой штукой? Вы знаете, Володь, это я кормлю. У меня луна очень сильная, потому что я вообще принадлежу к лунным женщинам. У меня по знаку зодиака, я по знаку гороскопа, я как раз лунный знак. Поэтому я очень много упаят делаю в луне. Это, может быть, звучит немножко, да, для нас в современном нашем мире оно звучит несколько смешно, забавно. Но, тем не менее, если мы пойдём и покормим просто птиц, можно не обуславливаться, что это черные вороны, не факт, что в тех местах, где мы живём, есть черные вороны, но, тем не менее, если мы пойдём и покормим сладким рисом, специально приготовленным для этой цели птиц, то это будет очень хорошая упая для луны. И я бы хотела добавить несколько таких моментов, которые к луне относятся. То есть, как я уже сказала, лунный день – это понедельник, и надо понимать, какая природа у луны, энергия у неё холодная, влажная, мягкая и флегматичная. Но при этом природа луны, она благоприятная и щедрая. То есть то, что мы… Эта энергия изобилия, с одной стороны, потому что, если мы посмотрим, и мы вернёмся к физической традиции, то первое имя, которое к луне относится, это имя Сома. Сома – это такой нектар, который отправляет нас в божественные миры. Поэтому, соответственно, отсюда идёт природа благоприятная и щедрая. Направление, за которое отвечает луна, это северо-запад. И камни, которые мы носим, для того, чтобы умилостивить луну, улучшить её, усилить луну, это жемчуг, лунный камень, и, в принципе, любые непрозрачные белые камни, они тоже относятся к лунной энергии. Как я уже сказала, для того, чтобы гармонизировать луну на бытовом уровне, очень хорошо совершать омовение два раза в день, утром и вечером, и вечером мыть ноги. И цвета белый, бледный, серебряный, металл – серебро. То есть если мы тоже носим серебряные металлы, то мы тем самым усиливаем луну. Но это всё к женщинам, безусловно, относится, поскольку у нас женская программа. И знак луны – это рак. Знак рак. Но надо тут, наверное, мы как-нибудь, Сурит, обязательно поднимем тему ведической астрологии, джиотиша, и поговорим о знаках, их значениях, но не в рамках нашей программы. И также напиток, который очень сильно гармонизирует луну – это молоко. Потому что молоко – это практически… Лунный продукт, да. Да, это лунный продукт, который очень хорош для всего, и он очень сильно нам помогает для того, чтобы привести нашу луну в состояние благости. А это для нас очень важно, потому что все энергии в нашей Вселенной, они существуют в трёх гунах. В трёх гунах материальной природы – это энергия сатвы, энергия благости, энергия раджаса, энергия страсти, и энергия тамаса, энергия невежества. И мы должны стремиться к тому, чтобы быть в благости, быть спокойными, умиротворёнными, и нести в этот мир любовь. И очень важно, как ещё женщина выглядит, потому что женщины, которые такие яркие, очень ярко накрашенные, они вызывающие одежды, в ярких цветах, они, как правило, наделены, хорошо, если энергии Венеры, а то, в общем, как правило, это раху там присутствует. Кету в праджес, да. Кету нет, кету так визуально нельзя. Когда вот такие яркие, кислотные цвета, это всё-таки раху, и когда, допустим, наш многоуважаемый Лас-Вегас, это энергия раху и Венеры, в самом ярчайшем её проявлении. Вообще очень благоприятно одеваться каждый день по цвету той планеты, которая принадлежит этот день. Тогда мы как бы помогаем себе поощущать энергию той планеты, и мы как бы её удовлетворяем, нося тот цвет и настроение себе, имеем той планеты, которая каждый день присутствует. Как бы это правильно сказать? Влияет на нас определённый день. Если понедельник, это луна, то, например, я во всяком случае очень стараюсь этому следовать, и мне кажется, это помогает иметь настроение именно на этого дня. Хотя достаточно, наверное, не обязательно одевать одежду именно под этого цвета, но может достаточно одеть бельё, и уже будет настроение, то, которое должно быть в этот день, соответствует энергетике данной планеты. Я совершенно согласна, да, и вот цвет луны белый, и в лунные дни очень хорошо носить именно лунную одежду. Так вот, ещё лунная одежда, она выглядит очень благообразно. Для женщины это должны быть длинные платья, закрытые, то есть женщина не должна демонстрировать на самом деле свои, так сказать, прелести другим людям, кроме своего мужа. Поэтому это очень важно, когда женщина, она выглядит, на неё приятно смотреть, именно глаз радуется от спокойствия и благообразия, а не от того, что тебе хочется просто на неё смотреть, потому что идёт энергия возбуждения. Это уже к луне никакого отношения не имеет. Это очень-очень важно. И, как я уже сказала, молоко, это является напитком лунным, и молоко очень хорошо гармонизирует луну. Вообще, я всем нашим слушателям настоятельно рекомендую узнать, какой у них знака, какая планета является управителем этого знака, и под каким влиянием они находятся. Очень хорошая книга есть у моего учителя Рами Блэкта. Она называется, как договорится, со Вселенной. В ней очень простым и доступным языком описаны все планеты и их влияние на нашу жизнь. Даже такое минимизированное знание, оно очень сильно нам облегчает, потому что сейчас все говорят ретроградный Меркурий, ретроградный Меркурий. Что такое ретроградный Меркурий? Например, сегодня среда, день ретроградного Меркурия. И поэтому я очень-очень рекомендую эту книгу просто для такого базового ознакомления, потому что она нам дает невероятное количество знаний. И когда ты знаешь, значит, ты вооружен. Осведомлен, значит, вооружен. И по молоку я все возвращаюсь к молоку. Возвращаемся к молоку. Да, какое молоко не надо пить, как бы вот согласно нашим физическим знаниям, то есть нельзя пить холодное молоко, потому что холодное молоко, это оно сразу, оно коллагирует наш организм, образует заторы, затыки, да. Нельзя пить гомонизированное молоко. Молоко нельзя употреблять вместе с другими продуктами, слишком много молока, это тоже на самом деле большая проблема, и как рекомендует Роберт Свобода, это один из замечательных физических авторов, и американец, который изучает физическую культуру очень много лет, он пишет прекрасные книги, он рекомендует, что нельзя употреблять больше, чем пол-литра молока за раз. И в принципе, я считаю, что и за день больше, чем пол-литра не стоит. И молоко без специй, это тоже практически бесполезный продукт. Оно очень сильно увеличивает капху, поэтому слизи вызывает в организме. На самом деле можно проверить, сколько молока человеку нужно, начиная, может быть, это может начинаться со столовой ложки и кончевая одним стаканом. И вы каждое утро просыпаетесь, просто должны проверить, если слизи в организме появляются на утро, то значит нужно уменьшить дозу. Да, язык посмотреть, я просто если есть налет на языке, то соответственно это показатель того, что у нас мы слишком много молока выпили. И про мантру мы еще хотели рассказать. Мантра Луне, она это очень простая мантра, она произносится таким образом, «Ом на мобах и кваде васудэвая». Васудэвая это собственно божество, которое за Луну отвечает. Вообще тема Луны она так бесконечная, что да, я думаю, что можно будет еще как-нибудь поговорить, например, про Пураны, про легенды, которые Луне посвящены. Очень интересный момент в ведической культуре, потому что Луна это божество мужского пола, мы все говорим о женщинах, женщинах, но Чандра это мужчина, который был женат на 27 на кшатрах, тоже бесконечная тема, очень-очень познавательная, очень интересная. И так как я уже сказала, мантра «Ом на мобах кваде васудэя» и какие правила чтения лунных мантр? Лунные мантры следует читать стоя на земле, на грунте, чтобы мы ощущали энергию земли своими ногами. Вообще любые мантры, в принципе, лучше всего читать с ногами без обуви, потому что это очень способствует именно благотворному влиянию мантры на нас. Руки, как проводники лунных лучей, должны быть направлены к ночному светилу, к источнику луны, то есть мантру читаем мы вечером, в тот момент, когда луна взошла. Лучше всего начинать мантры в новолуне и произносить мантру 108 раз. Либо можно читать мантру по понедельникам, в день луны, и постараться раствориться, то есть нужно почувствовать вибрацию этой мантры, почувствовать вот ом намом ха гавате васу дэвая, вот эту энергию, которую она несет, и постараться освободить нашу голову от мысли, сосредоточиться только на произнесении мантры, чтобы мы стали как бы звуком, голос должен вибрировать, должна пойти энергия, и еще очень хорошая упая тоже для луны, так называемый комплекс югический Чандра-Намаскар, который тоже выполняется вечером для того, чтобы мы могли гармонизировать лунную энергию. Я думаю, что наши слушатели смогут найти в интернете это описание этого комплекса, он, к сожалению, нельзя назвать его легким, допустим, если Сурья-Намаскар это приветствие солнцу, это достаточно простая гимнастика, то Чандра-Намаскар требует определенной подготовки, но это того стоит. Вот такие вот у меня средства. Спасибо, Настя. Ну что ж, уважаемые друзья, хочу напомнить, что на волнах нашей радиостанции Сангейц сегодня два очень интересных человека, две великолепные женщины, которые так много и интересно рассказывают о всяких штучках, которые обычному простому смертному не подвластны. Итак, Анастасия Хрущинская и Рита Борт. Спасибо вам огромное за вашу информацию. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните, уважаемые друзья, пожалуйста, и задавайте вопросы. У нас еще есть пару минут. Замечательно. И, Рита, у тебя есть что-нибудь добавить? Или мы... Вот еще я знаете, что хотела сказать? Есть такое про стрижки, потому что луна, она обязательно очень связана с тем, как с нашими волосами. И стричься, если мы стрижемся на растущей луне, то волосы отрастают очень быстро. Соответственно, если мы стрижемся на убывающей луне, то тем самым мы замедлим рост волос. И точно так же все очистительные процедуры, если мы хотим сесть на диету, например, или мы хотим очистить наш организм, то это все лучше делать на убывающей луне. Поэтому очень важно, когда мы учитываем лунные дни, я думаю, что если среди наших слушателей есть садоводы- огородники, они прекрасно знают, насколько важно учитывать лунные циклы, лунные дни в посадках, выращивании растений. И луна оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Спасибо. Я думаю, на этом наша передача заканчивается. Спасибо огромное всем. Спасибо, Настя, спасибо, Володя. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»